Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я в отношениях уже где-то полгода. Вроде всё хорошо, но мой парень мало зарабатывает. Работает на плитке и то, это как попадёт. Ибо из-за погоды их редко вызывается часто. Дождь, снег, то ещё что-то. Я же работаю 5 дней в неделю и можно сказать, что живём за мой счёт. Вот очень это надоело, когда я приезжу домой, а он лежит в кровати и смотрит YouTube. Просила, чтобы устроился на другую работу, менеджером или кем-то ещё. Ответ один, я не хочу и не люблю общаться с людьми. Уже устало всё это тянуть. Мне надоело слышать байки про переезд и не видеть действий. Я же сделала себе документы и скоро действительно переезжаю. Он даже не думает шевелиться или хотя бы узнать у меня про документы. Разговоры бессмысленные, одними завтраками кормят. Ну, собственно, вы сейчас, как мне кажется, жалуетесь. Вот. И, собственно, то, что вы сделали сейчас только лишь, это в общем-то пожаловались на своего, ну, на своего молодого человека. Вот. То есть вы просто вот на молодого человека пожаловались и, в принципе, на этом всё. Вопрос заключается, как мне кажется, несколько в другом, да, вопрос заключается в том, чего вы хотите. Вопрос заключается в том, что вам нужно. Вопрос заключается в том, принимаете ли вы своего партнера, да, таким, как он есть. Вот. Потому что вряд ли вы узнали вот только сейчас о том, что он, там, грубо говоря, да, он не любит общаться с людьми, да, и что его это, ну, вот как-то вообще не очень привлекало. То есть мне кажется, что вряд ли вы об этом узнали прямо сейчас только. Вот. То есть мне кажется, что вы об этом узнали, а, ну, всегда, да, то есть вот все эти вот полгода, что вы вместе с, а, много, 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 много. Молодым человеком, да, вот, скорее всего, вы были, ну, как-то в курсе, вот, вы были как-то в курсе того, что он не любит общаться с людьми. Вот. Вот. Но почему-то вы все время ждете, как будто бы, как будто бы. Вот. То есть вот, как будто бы вы, эм, э э, ну, ожидаете, что и он сейчас вот будет таким, «да», а, эм, вот каким вы, там, хотели бы его видеть. Но молодой человек, он такой, как он есть, вот, и мне кажется, что основная проблема заключается в том, что вы действительно тянете все на себе, вот, вы действительно все тянете на себе, это правда. Но только нюанс заключается, на мой взгляд, в том, что тянуть все на себе можно по-разному, да, то есть можно, ну, в этом смысле. Тянуть все на себе, допустим, потому что вам этого может хотеть. То есть можно тянуть все на себе, именно вот, потому что так вы можете хотеть. А можно тянуть все исключительно потому, что вы для себя, к примеру, ну, вот просто не видите другого выхода. Вот. То есть просто вот для вас по-другому не назмусь. Вот. Ну и, в целом, ситуация выглядит, вот, как-то так, что вы не с реальным человеком находитесь в отношениях. Да. Как будто бы, вот, с тем, кого хотели бы, ну, хотели бы видеть. И, как будто бы вам, для того, чтобы двигаться, допустим, ну, вот, вперед, да, именно вам, чтобы двигаться вперед, как будто бы нужен, вот, собственно, молодой человек, да, нужно, вот, какое-то его, ну, не знаю, разрешение. Что-ли? Вот. Вот. То есть как-то вот получается, ну, вот таким образом, вот. Хорошо ли это для вас? Возникает такой вопрос? Нет. То, что вы себя, получается, ну, постоянно заставляете, да? Вот. Постоянно заставляете себя делать то, что вам не хочется, например. И то, что вы, на мой взгляд, излишне полагаетесь на своего партнера. Это вот как раз, э, и является, э, той, э, той, э, той, э, сложностью, вот, с которой вы сталкиваетесь. То есть вы обвиняете молодого человека, но, э, э, как бы, с позиции, с позиции, э, э, личной ответственности вашей, ситуация выглядит, 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 выглядит примерно так, что, ну, вот, не нравится вам что-то, э, э, ну, в отношениях, да? К примеру. Ну, и вы просто, э, меняете эти отношения, вот, вы просто корректируете их так, как вам хочется, так, как вам удобно, так, как для вас приемлемо, а не ждете, пока человек решит сам меняться. Ну, вот, внимательно. То есть здесь вот, э, пока есть, на мой взгляд, серьезная проблема. И, э, э, предстоит выяснить, предстоит выяснить, каким образом вы, э, ну, вот, э, приходите к тому, э, чтобы, вот, э, э, излишне, например, полагаться на людей, на своего молодого человека. Так, э, при этом, обратите, вот, э, пожалуйста, свое внимание на то, что вы сами, э, все в принципе, все в принципе можете. Да? То есть вы, э, сами, э, способны, то есть вы сами делаете то, что, вот, э, ну, по, э, по вашему мнению, там, должен делаться, ну, мужчина. Вот. Вот. То есть вы сами, вы сами это делаете. Вот. 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 Человек вам для этого не нужен. И вот это, как раз, очень важный момент. Как мне, как, как мне кажется. Вот. А вы, э, как бы, э, ну, пытаетесь, э, как будто бы, знаете, вот, э, ну, по инерции, что ли. Вот. Вы пытаетесь, э, мужчину, да, тянуть за собой, а его, как бы, все устраивает. Вот. И вы себя чувствуете, ну, вот, такой, э, получается, зависимый. Вот. А зависимый вы себя чувствуете, потому что, ну, вот, сами помещаете, э, э, сюда, в это состояние, ну, в это состояние, в эту позицию. Вот. При этом, при этом, э, я честно не понимаю, э, в данном, э, случае, ну, вот, в данном конкретном случае, э, я не понимаю того, э, зачем вам ну, ну, нужно, нужно, чтобы молодой человек, э, ну, грубо говоря, э, значит, что-то делал, да, для чего вам это нужно? Когда вы, э, э, сами, э, ну, вот, в принципе, делаете то же самое. Э, э, подумайте, попробуйте, попробуйте подумать, э, о том, э, что вы чувствуете, э, сейчас, да, что вы чувствуете, именно. Э, э, к э, молодому человеку своему. То есть, вот, именно, э, э, момент, кого, э, э, какие у вас э, чув, э, чув э, чув, э, чув, э, чув, э, чув, э, чув к нему, э, ну, вот, э, конкретно. Какое, какие это чувства к нему у вас есть, вот. Чувствуете ли вы, допустим, к нему любовь, да, вот есть у вас любовь к молодому человеку или это всё-таки некое другое чувство сейчас? То есть сейчас это можно, например, охарактеризовать как больше раздражение какое-то, больше какие-то, ну, может быть, претензии. То есть вот как бы вы сами охарактеризовали свои чувства к нему, вот, понимаете? Вот это очень такой важный момент, потому что, ну, есть ощущение, да, что молодой человек просто вот, ну, не оправдывает ваши ожидания. Он и не должен этого делать, он не должен оправдывать ваши ожидания, он, он живёт так, как он хочет. Вы живёте так, как хотите и хотите вы. Это нормально. Абсолютно нормально, что вы живёте так, как хотите вы. Вот. А он живёт так, как хочет он. Вот. Но, получается, пока вот не очень, скажем так, приятная ситуация, в данном случае, что вы не можете, не можете жить так, как хочется вам, потому что вы ждёте от него определённые, вот, модели, ну, поведения. И страдаете, получается, от того, что он не делает. Это как бы так, как вы хотите. При этом, при этом, на мой взгляд, вы забываете о своих чувствах к человеку. То есть, у вас есть же какие-то чувства к нему? Вот. Может быть, вам он, к примеру, уже разомрался. Да? Вот. Может быть, вам уже не хочется так-нибудь сильно. Может быть, вы увидели, что у него там, ну, какой-то, скажем, другой подход. Вот. В этом, мне кажется, есть большая проблема. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого-самого доброго. Обращайтесь.